Наш следующий докладчик это Игумен Хризанов с 1991 года, братья Псково-Печорского монастыря. Игумен Хризанов принял монашеский постриг на священнический сан в 1993 году, с 2000 года до сегодня выполняет послушание катехизатора. Занимаюсь педагогической работой с детьми муниципальных государств и образовательных учреждений. Мне кажется, тема, на которую сейчас Игумен Хризанов будет рассуждать, о чувстве вины и покаяния, очень важная тема в педагогическом процессе. Спасибо. Я сейчас по обычаю включу таймер обратного отсчета, чтобы потом не думать. Это как-то на четки похоже. Ты их перебираешь и не думаешь, сколько ты считаешь, а потом до крестика доходишь и уже знаешь, что время твое закончилось. Дорогие господи отцы, госпожа Левика, все организаторы и участники настоящей конференции, я очень рад кого-то видеть повторно в этом зале. Ну и всех вместе так же одинаково рад видеть. И будучи участником прошлой конференции, я готов свидетельствовать, что атмосфера единомыслия и христианского взаимопонимания, она за эти два года нисколько не изменилась и сохраняется здесь одновременно удивительным и естественным образом. Это очень приятно. И также не могу не сказать два слова о предыдущих докладчиках, что это было очень приятно их слушать. Удовольствие от такого взаимопонимания, оно почти эстетическое такое. Каким образом это происходит, ну, наверное, так вот решается задача нашего общения. И то, что я забыл сделать на прошлой конференции, и то, что я себе отложил в память, я рад выполнить это, я хочу сказать, ну, возможно, от всех участников слова благодарности нашим переводчикам, которые так много трудятся, стараются и качественно выполняют свою работу. И я надеюсь, что они это переводят все сейчас. Пожалуйста, тоже поприветствуем. Спасибо им огромное за возможность нам друг друга понимать. Теперь, что по теме. Во-первых, я должен извиниться за то, что не дал ошибочную редакцию названия своей темы. И в программке, которая есть у каждого из нас, записано так «чувство вины и покаяние я» в свете евангельской истины. И эту ошибку, эту невольную ошибку я обнаружил достаточно поздно, уже после того, как эти программки были напечатаны. Я хотел бы уточнить, что мы будем говорить о покаянии не как о чувстве, а как о состоянии. То есть, правильное звучание – это чувство вины и покаяние в свете евангельской истины. Современное общество, которое в большинстве своем, к сожалению, читает недостаточно много книг, очень часто совмещает понятие вины и чувство вины. Большинство наших соотечественников, где бы мы, так сказать, не проживали, считают, что эти понятия об одном и том же говорят нам и учат одному и тому же. На самом деле, это совсем не так. И вообще, вина означает сам по себе проступок, за который человек, соответственно, несет ответственность. Сделал нечто – ты отвечаешь. А чувство вины – это такое состояние, когда человек только думает, что он виновен. Он только представляет себе, что он виновен. Хотя, очевидной его вины совершенно может и не быть. Чувство вины – оно всегда направлено против самого человека. И чувство вины – это крайне непродуктивная и негативная эмоциональная реакция на самоуничижение и на самоунижение. Что, собственно, лишает человека своего достоинства. И чувство вины приводит человека к унынию. И эта закономерность прослеживается в любом проявлении этого состояния. Важно понимать, что является альтернативой этому чувству вины. Альтернативой чувству вины является ответственность. Ответственность – это искреннее и добровольное понимание необходимости, заботы о себе и о ближнем. И поступки в этом понимании. То есть тогда, когда чувство вины сокрушает человека и, как мы вчера говорили в школе, заставляет его опускать руки, тогда, в другом случае, ответственность, даже после проступка, и мы это подчеркиваем, даже после проступка дает человеку силы к движению, причем к движению к себе лучшему и к ближнему. Если продолжить дальше такое психологическое изучение этого вопроса, я хотел бы посоветовать обратиться вам к доктору психологии Елене Владимировне Лопухиной, у которой есть очень хорошая, я бы сказал, образцовая работа о чувстве вины. Елена Владимировна – это одна из таких немногих на сегодняшний день специалистов, в трудах которых о Боге прямо ничего не говорится, но он заключен между строк все время. Вот этот одаренный очень человек, она является членом многих научных и педагогических сообществ, и ей удается совмещать научное знание и свет евангельской истины. И мы сейчас с вами поговорим о том, каким же образом связана наша сегодняшняя тема и Евангелие. То есть мы постараемся раскрыть духовный смысл и духовное содержание проблемы, которые интересуют очень многих людей. Итак, нам, родителям наших детей, самим детям, то есть это разновозрастная проблема, очень часто непонятно, почему вот чувство вины – это плохо. Если мы обратимся от науки к евангельскому методу, к евангельскому подходу, то мы посмотрим на это состояние человека в чувстве вины с точки зрения евангельской истины. Каким же образом? Это можно даже ребенку, ну то, что я и делаю всегда, объяснить на пальцах. Как известно, спасителям заповедано о всяком древе судить по его плодам. Вот древо, мы его изучаем, это чувство вины, вот оно скромное такое. Чувство вины рождает плод, как мы сейчас упомянули, уныния. Мы очень хорошо знаем, я не буду раскрывать это подробно, мы очень хорошо знаем, что уныние – это смертный грех и является проявлением человеческой гордыни. И если плоды древа чувства вины являются грехом, уныния, значит, само по себе это древо тоже греховно. Все очень наглядно. Очень важно сказать, какова же духовная альтернатива... Половина времени прошло, очень хорошо. Десять минут, да. Очень важно сказать, какова же духовная альтернатива состояния чувства вины. И, обращаясь к аскетике... Ну, вообще, аскетика – это наука о способах исполнения Божьих заповедей, если что. То есть, эта дисциплина не только к монахам относится, но только лишь потому, что Божьи заповеди даны, когда монашество еще не существовало, а не даны всем. И каждый христианин в свою, естественно, меру является аскетом. Это понятно. Так вот, с точки зрения аскетики, мы знаем, что существует взаимоотношение между пороком и добродетелью. То есть, добродетель, определенный добродетель побеждает совершенно определенный порок. И совершенно определенный порок маскируется под ту же определенную добродетель. Задача решения рассуждения, что есть что, нам очень сильно облегчает дьявол. Дело в том, что он не обладает творческим потенциалом, и дьявол всегда поступает по шаблону. В этом он всегда проявляется. Итак, он, как можно чаще произносить, используя слово «чужой», допустим, там эвфемизм какой-то всем понятный. Так вот, чужой пользуется нашей способностью оценивать самих себя. Он пользуется методом полуправды, вноса, вброса полуправды. И мы понимаем, что мы несовершенны, мы грешны. Но в случае нашей горделивости он подавляет нас различными способами, на которые легче всего ведется каждый конкретный человек. Но как мне удается обращаться к некоторым и школьникам, и взрослым людям, если это позволяет формат беседы. Но человек из племени сапиенс, он начинает понимать опасность своего положения поблизости тяжелого уныния. И вот это исследование себя и видение себя несовершенным, он начинает совмещать с молитвой. И такое совмещение называется добродетелью самоукорения. И по своим плодам этот добродетель самоукорения, исследование себя и покаянной молитвы, рождает надежду. Вот благодаря чему мы можем хорошо различать эти состояния чувства вины и самоукорения, за которым следует покаяние такое целостное. И управлять своими мыслями, желаниями и поступками. Хочется сказать следующее еще. То есть вот по этой теме вы можете потом задать вопросы. Я специально не буду сейчас останавливаться по этому отрезку. Возникает очень важный вопрос, насущный. А почему люди, которые все вот это знают, мы говорим с вами о совершенно очевидных вещах, почему все люди в той или иной степени подвержены этому чувству вины? Как так происходит? Этот вопрос, он совершенно закономерный. Особенно человеку, который чувствует свою ответственность за всех в своей молитве. Когда он произносит местоимение «мы», насколько может он это вместить? Почему? Дело в том, что чувство вины человек употребляет для того, чтобы скрыть свою беспомощность. А это и есть проявление той же самой гордыни. Мы говорили сегодня об этом, об открытости Богу. И тогда человек парадоксально меняется. Он боится только до того, как откроется. А потом все бывает иначе. И мне хочется при этом задать совершенно не риторический вопрос. Но его просто необходимо задать. Если мы ищем корневые причины волнующих нас процессов, мы должны спросить самих себя, а когда же все это началось? Когда чувство вины проявилось ярко, настолько ярко и заразительно, что до сих пор мы от этого страдаем. От этого страдает, можно сказать, человечество. Потому что если человек его не преодолевает, он может стать домашним тираном, преступником, потерять вообще мир душевный и подчиниться какому-то душевному заболеванию и прочее. И ответ на этот вопрос для потомков Адама кроется в поступке самого Адама. Когда мы во второй главе книги «Бытиея» читаем о том, как Бог ходил по раю и вызывал Адам-то где, неужели мы думаем, что Бог не знал, в каких из инти кустах сидит Адам? Для чего это делал Бог? Да, для того, чтобы Адам покаялся. Но он в своей беспомощности настолько был подавлен чувством вины, что не мог произнести слов покаяния. Вот насколько полярны эти состояния. То есть чувство вины, оно просто мешает человеку покаяться. Оно мешает ему настолько, что это имеет такое, в общем, мировое значение. Это говорит о том, насколько нам серьезно можно к этому отнестись. Я хотел бы поблагодарить отца Павла, который в своей речи привел два совершенно блестящих примера, в которых главные герои уходили от этого чувства вины или пытались вывести своих людей, за которых они отвечают. Если говорить нашим сегодняшним языком, то Папа будущего преподобного Силуана не сказал ему в самый момент его вот этого проступка только для того, чтобы, что значит не смутить тебя, чтобы не погрузить себя в чувство вины. А выждал нужный момент, и все бы стало хорошо. Таким образом, опять же говоря, нашим сегодняшним профессиональным языком, Папа будущего, значит, Силуана, что он сделал? Он создал педагогическую ситуацию и сформировал личный опыт добра у своего сына. Вот этим методом я вас, дорогие коллеги, прошу пользоваться в основе своего отношения. Формирование педагогических ситуаций для создания личного опыта добра. Ну и то же самое, хотя здесь от противного, в общем-то, получилось. Так, 20 минут прошло. И еще сейчас мы 5, 7, 6 минут поставим. И случаи в монастыре в этом далеком то же самое. Мало того, что этот монах, который пришел жаловаться, он в страсти своей нарушил все то, что можно было нарушить в монастырской жизни, мы сейчас конкретно не будем этого разбирать. Но Игумен, он поступил так же по отношению к вору. Ну, по словам апостола Павла, мы должны же беречь совесть другого человека. И потом бы он разобрался с ним, и Бог бы с ним как-то разобрался, знамени какое-то было. К примеру, мы об этом можем только так гадать и предполагать. Но главное то, что остановив вот этого ревностного, непоразуемого человека, настоятель не отяготил чувством вины преступника. Теперь, почему же мы об этом говорим, ну, о евангельском подходе, ну, нужно знать материал. То есть каждый раз, общаясь с педагогической аудиторией любого уровня, я напоминаю о том, что священное писание Нового Завета и особенно Евангелие важно читать как учебник по педагогике. Если на Евангелие смотреть вот с нашей профессиональной точки зрения, нам откроется много-много великого. Я хочу задать вам вопрос. Возможно, кто-то ответит сейчас с места, возможно, кто-то в вопросе. То есть мы сейчас подошли к самому, так сказать, кульминации. В Священном Писании и, ну, в Евангелии, потому что это все там сконцентрирование, в Евангелии ярче, многократно показывается отношение покаяния и чувство вины, самой по себе вины и только того, что кажется виною. И я хотел бы спросить, какое евангельское слово говорит нам о том, кто может быть виноват и о том, кто только думает, что он виновен. Их много, этих примеров. Ну, хорошо. На самом деле, вот ваша тишина говорит о том, что это, так сказать, этот вопрос, он заострил размышления. Я сейчас на него отвечу. Это всем известная притча о десяти делах. Да, дайте нам от елея вашего, яка светильницы нашего гасают, от вещаши же мутрые реши, и да как не достанет нам и вам? Иди ты же пачек продающими, купите себе. И вот когда они пошли, готовые в недоша, а перед теми все, а те остались перед закрытыми дверями. И кто виновен оказался? Тот, кто не взял елея или кто не поделился им? Ну, ответ очевиден совершенно. И эта притча, она построена таким образом, что, вот опять же, в контексте нашего акцента, притча изложена таким образом, что дает нам видеть, что эти девы не испытывали чувства вины за то, что они не поделились елеем, и при этом чувствовали себя, то есть они были праведными. Это вообще для, еще раз, для современного человека это слышать совершенно необычно. но это тот смысл, который извлекается из этой и других ивановских притч достаточно легко. Ну, я приведу другой пример, который лежит на поверхности, это когда раб, трудившийся на поле, приходит домой, и он сначала служит господину после труда на поле, а потом отдыхает. Но ничего, и господин чувствует себя тоже очень неплохо, это нормально. Он не испытывает чувства вины за то, что уставший раб ему служит. Это косвенный результат, но он очень важен для нас. Хотя, собственно, притча-то несколько о другом, о выполнении своих обязанностей. Но для нас это интересно тем, что родители могут правильно выстраивать свое отношение к воспитуемым детям, ну или педагоги. Развивая в них добро, они формируют чувство вины. Дело в том, что сегодня чувство вины является формирование и использование чувства вины является способом манипуляции. Дело в том, что неразумные родители, они пытаются создать, невольно или вольно, пытаются создать механизм внутреннего регулирования поступков, мотивации поступков ребенка. Спасибо. А если же это делает начальник? У нас же сейчас все люди образованные, начальствующие. И в церкви бывает, эта церковная проблема очень велика. когда управление или влияние над священнослужителем или над посомом, вот неквалифицированные, так сказать, пастыри делают такую ошибку, они развивают чувство вины, потом пользуются беспомощностью и управляемостью такого человека. Но это миф церковный, это не церковь. Это то, как раз о чем говорил отец Павел тоже. Это совершенно не церковное отношение, не приближающее человека к Богу. То есть религиозная задача, связи человека с Творцом не решается таким образом. Но вот мы кратко коснулись такой вот важной проблемы. Я постарался, я надеюсь, что у меня получилось заинтересовать вас, поразмышлять в этом направлении. Я надеюсь, что, вот говоря об Адаме, мы понимаем, насколько это многоплановая, многоуровневая проблема, но она является задачей педагогического решения, педагогических способов решения, и даже классическая педагогика способна, она вооружает мудрого учителя и родителя к правильному воспитанию. Не ломать ребенка, не погружать его в это. Потому что я позволю себе привести пример из духовнической практики, потому что она на сегодняшний день же значительно, мне странно это говорить, но это так. И иногда приходят дети, дети и вообще люди разного возраста, у которых даже изменена фигура. То есть антропологически, если не было прямых травм, то вот согбенность в районе седьмого позвонка, она означает о том, что человек уже продолжительное время находится под давлением чувства вины. А еще у детей бывают такие движения нематерированные, и приходится держать руки просто во время исповеди, и ребенка иногда даже начинает вороваться, но я не слушаюсь его. То есть это не насилие, это то, что позволяет ситуация. И здесь иногда получается идти от противного, то есть когда ребенок приучается контролировать свои движения на, я на проекте говорю, и, так сказать, ставить с ровной спиной, у него начинается другое осмысление себя. Я эту связь заметил, это практически такой опыт, которым я могу поделиться. Пожалуйста, я так пафосно не буду завершать как-то, вот если есть вопросы, возможно, они поставят какую-то точку в нашем сегодняшнем общении. Да, вот батюшка. Отец Хрисанов, священник Андрей. Да, я. Позвольте вот немножко другую модель предложить этому чувству вины, и, может быть, вы прокомментируете его как-то. Дело в том, что вот если мы говорим о том, что любой грех наносит рану души, то вот если проводить эту параллель раны тела с раной души, то вот если нанесена рана телу, то боль – это естественная реакция на эту рану. Рефлекторная реакция. Да, совершенно верно. Рефлекторная реакция. Если попытаться теперь эту боль заглушать какими-то болеутоляющими средствами, то ни к чему хорошему это не приведет. Боль, она должна оставаться, потому что она дает возможность помнить о том... Понятие болезни. Да, о болезни. Так вот, когда мы говорим о чувстве вины, то это, в общем-то, боль души. Боль души как естественная реакция на тот грех, который я совершил. И вот отсюда теперь есть отправная точка, как мне кажется. То есть, либо я соглашаюсь с этим, принимаю, и тогда дальше идет покаяние, и это может исцелять мою душу. Либо я с этим не соглашаюсь, и вот тогда, тогда вот это чувство вины, может оказаться вот тем самым состоянием, о котором говорите вы. Но чувство вины само по себе неплохо, точно так же, как неплоха боль, которая появляется после ранения. Оно должно привести меня вот к желанию лечиться. Я услышал, да. Но то, о чем говорит батюшка, это вопрос терминологии, на самом деле. Вот. И я, ну, я должен сказать о том, что у чувства вины, именно вот, содержание, состояние чувства вины раскрывается именно таким образом в современной науке, которая называется психология. И, причем, ну, трудно говорить, вот Борис Сергеевич Бра, то есть замечательный, так сказать, ну, без фамилий, просто их кто-то может не знать, но ведущие психологи, люди совершенные, ну, такой, порядочной христианской жизни, они избегают понятия христианской психологии. Он говорит, психология, это просто вообще. Вот. Но только есть люди, которые пытаются манипулировать какими-то вещами. Так вот, дело в том, что сам по себе термин чувства вины, он как раз говорит о деструктивном таком вот влиянии на душу человека, который разрушает. То есть, этот термин, еще раз, он говорит о состоянии саморазрушения. И тогда, когда мы разбирали вот добродетель самоукорения, вот этот самоанализ, контроль по совести и по ответственности, вот это то, о чем говорит отец Андрей. То есть, мы не избегаем вот этого, вот этой боли, напоминания о своем грехе. В общем, нет. Дело в том, что вот существует еще такой духовный механизм, человек, он совершил некий порок, тяжкий грех, или, да, он в состоянии порока находится, привычного греха. и он испытывает нужду исповедоваться в нем каждый раз, когда он приходит к кресту и Евангелию. Но однажды эта нужда проходит, а память о грехе остается. И вот эта боль, которая, тот рубец, который действительно никуда не уходит, и он должен быть, слава Богу, за то, что он есть. Но вот этот мир, умиротворенность при памяти о содеянном говорит о том, что покаяние человека принято и грех прощен. Но я бы хотел вот при оставшейся боли, ведь что-то из нашего сердца не уходит, и мы не можем этого отпустить. Опять же, вот милость Божия в этом может заключаться. Хотя бы ограждаемся от повторов таких. но я бы хотел вот как обращаясь к педагогическому сообществу, я бы хотел все-таки не выходить из терминологии, потому что это категория такая чувство вины и чтобы нам не путаться. Несмотря на справедливое замечание батюшки, еще раз более, вот, чтобы не путаться, да, чувство вины это как раз категория такого человеческого саморазрушения. Это общепринятое. Да. Ольга Леонидовна, пожалуйста. Если говорить о принятой терминологии, может быть, лучше было бы употреблять не словосочетание чувства вины, а вот есть такое словосочетание комплекс вины. Вот когда говорят о манипулировании, то там обычно употребляют именно это. И вот как раз то, о чем вы говорите, это скорее комплекс вины. Да, совершенно верно, да. Это, ну, Ольга Леонидовна, она так нас академически подправляет, да, совершенно верно. Вот даже есть более расхожее выражение, которое нам известно, там, с детства кому-то известно, комплекс неполноценности, да, это вот как раз вот этот комплекс вины. Совершенно верно, да. И вот еще я хотела спросить, можно ли связать вот этот комплекс вины и чувство покаяния с вопросом свободы, потому что вот комплекс вины, он обязательно вязан извне, то есть вот мы говорим, если мы хотим, так сказать, управлять кем-то, мы прививаем ему комплекс вины, ты виноват, ты сделал то-то, и тогда вот человек не свободен, он страдает, и действительно он не может, как вы совершенно справедливо заметили, покаяться. А вот покаяние, оно может быть в первую очередь только свободным, то есть вот ты сам осознал, и ты покаялся. И вот действительно, например, отца Павла вот с этим монахом, которому не стали прививать комплекс вины, ах ты такой-сякой, и тогда бы он, вот как вы говорите, с уязвленной гордостью ушел бы и, так сказать, действительно чувствовал бы этот комплекс вины, но не покаялся бы. А вот ему, наоборот, сделали добро, создали педагогическую ситуацию, да. Но, опять же, это вопрос такой, терминология, что ли, потому что... сейчас покороче, у меня как-то не получается сформулировать, а хочется. Ольга Ленина, еще раз повторите вопрос. вопрос... А, все-все-все. Дело в том, что, дело в том, что, вот, случай... Понимаете, это частный, педагогический такой случай, просто, когда человек задавлен чувством вины извне. Дело в том, что чувство вины мешает покаянию в принципе, то есть, откуда бы оно ни рождалось, изнутри или извне, оно мешает человеку покаяться, как антитеза, понимаете, как вот, как полярность какая-то, как антарактида. Вот. Но, что касается вот этого приема, то, вы знаете, человек, особенно живущий, особенно живущий в монастыре, он более свободен. Вот, отец Эндрио сейчас вышел, но я хотел бы его поддержать в чем? Что монашество, монашество – это самая радикальная форма социального протеста. И свободнее монашествующих я людей не видел. Это, ну, опять же, это опыт, это цифры. Как ни странно, мне очень непривычно это говорить. Вот. И в монастыре человек свободен абсолютно настолько, что, будучи подавленным чем-то, он самим укладом, то есть одухотворенным бытом повседневной монастырской жизни, дисциплиной арканы, там, как хотите, всем этим он направляется к покаянию. Но здесь уже 50 на 50 это очень рискованно. То есть человек, который допускает вот это создание такого сильного внутреннего конфликта в своем воспитуемом, он сильно рискует, конечно. Вот. То есть может быть покаяние, а может и не быть. но еще раз скажу, свободе человека это не мешает. Он может. Нет, ну, я про себя могу сказать. Ведь когда мы говорим о том, что в церкви есть проблема манипулирования, так сказать, чувства вины, я как-то вывернулся тоже. то есть это не это не библейское хамство, то есть я ничего не хочу сказать, так сказать, против отцов и так далее. Но ничего личного. Но были такие ситуации и все можно. Все можно. Пожалуйста, какие-то вопросы еще. Просто коротенький всем комментарий. Мне кажется, самая главная проблема в чувстве вины заключается в том, что когда ребенок его испытывает после совершения, он начинает думать я плохой. Я плохой. А это вовсе не значит, что он плохой. Ему надо объяснить, что он хороший. Но он просто споткнулся. Встань и иди дальше. Разрешите, дорогой отец Павел, я вам очень благодарен за это замечание. Да, это замечание не только священнослужителей, но еще и многоопытного отца. мне очень хочется сказать, раз Ирина, благодарю вас, вы позволили дать мне время, мне очень хочется сказать или поделиться с вами одним из ключевых моментов работы с людьми любого возраста, которые этим чувством вины или комплексом вины подавлены. К этому моменту человек подводится, естественно. То есть сейчас мы говорим о финальной фазе. Обращаясь к личному опыту человека, я задаю несколько вопросов. Например, для чего Бог создал человека, для добра или для зла? И опять же, всякий человек из племени Сапиенс, он соглашается с тем, что Бог создал человека для добра. И тогда следует очень короткий тезис о том, что если ты не грешишь, то ты во всем хорош. Ты это понимаешь? Да, вот это я эту паузу показываю сейчас руками. Она работает. То есть действительно человек со всей своей индивидуальностью он прекрасен, он хорош, он неплох, как говорят антисты. Он думает, что он плох. Но если он согрешил, пусть он ответит, и все, и все будет хорошо. Но если нет состояния греха, то мы не говорим, то есть не убеждаем человека, ты должен быть таким, мы ему сразу говорим, что ты хороший, в тебе нет ничего плохого, докажи мне, что в тебе есть что-то плохое, когда ты не грешишь. Ты не можешь этого делать. Почему происходит, почему такой диалог востребован? дело дело в том, что чувство вины чаще всего проявляется в следующих мыслях. Я хуже, чем должен, я хуже, чем могу, я хуже, чем от меня ожидают и так далее. Но это самые простые подходы дьявольские такие. И возникает вопрос о критерии. А кто сказал тебе об этом? Кто решает, что есть добро, что зло? Иван Иванович, Марья Сергеевна, дядя Вася дворник, я не знаю, кто там еще. Или все-таки мы обратимся к Евангелию? Ну в конце всех концов, я сейчас сокращаю это все. И пытаюсь довести до человека мысль о том, что Бог говорит правду, потому что ему невыгодно врать. Ему не нужно. И можно спокойно довериться евангельскому слову. И если приветствуется любой человек в своем достоинстве, кроме греховного состояния, то мы опять возвращаемся третий раз уже к этому, то он во всем хорош. Ну и каждый священнослужитель знает это то, что это доступно родителям, но священникам в какой-то несколько иной степени видно, каким образом человек переосмысливает самого себя и взрослеет именно в эту конкретную минуту, в минуту этого диалога. Это очень заметно. Но это также как разговор о том, что такое любовь. Ну то есть понятное дело, что академического определения этого понятия понятия нет, потому что это свойство личности Бога, но любовь определяется по содержанию. То есть все это можно. Христианство она дает, там нет ничего туманного, у всего есть свое определение. Но я сейчас о другом. И об этом можно говорить когда-то позже. Но когда приходит ребенок или подросток и ты его спрашиваешь, или он кается в том, что он не был послушан, или он в силу своей чистоты всегда послушан, ему не в чем кается, но все равно нужно спросить, сказать, слушай, а ты когда-нибудь был послушан? Дети начинают улыбаться и говорят, что да, когда-то был. И вот тут используется этот метод обращения к личному опыту ребенка, он действует всегда сто процентов, всегда. Ну, потому что личный опыт в сознании человека имеет абсолютное значение. задается ключевой вопрос. Вспомни, было ли тебе приятно, когда ты был послушан? Вот здесь начинается мыслительный процесс совсем другого качества. И когда ребенок наконец говорит, да, вот из великого множества случаев только два, девочка и мальчик сказали нет, только двое, извините. Я просто считать не могу, сколько сказали да. И если ребенок осмыслен, я его прошу показать, а где тебе было приятно? И дети, я вас уверяю, совершенно различных возрастов, я статистик естественно никакой, она не ведется, они все перед глазами стоят, они географически точно показывают вот это вот место. Вот пальцем сюда, вот здесь было там тепло, горячо, приятно, вот здесь. Дальнейшую, не нужно уже объяснять, это вам понятно. И следующий ключевой вопрос, второй, после обращения к личному опыту ребенка, следует, а хочешь, я открою тебе тайну, каким словом это приятно называется. Но всякий ребенок хочет, чтобы мы тайну открыли. Но это тоже, эти же вопросы, они все осмыслены. И я говорю, вот это приятно называется словом любовь. таким же, вот каким ребенок пришел, после этого он не уходит. Он становится старше, потому что он понимает, что любовь прежде всего это поступок и он может это сделать своими руками. мы мы разбираем его поступок, его способность к поступку. И если, возвращаясь к нашей основной теме, если при этом ребенок ошибается, подросток ошибается, взрослый человек ошибается, то вот это состояние поступка направленного к ближнему помогает ему не испытывать чувство вины, а просто исправиться. Ну, в чем-то понести ответственность там через вот это вот там боль, раскаяние, там слезы, какую-то материальную потерю, естественно, но чувство вины при этом не возникает. потому что его влечет вот это наслаждение вот этим поступком, который называется любовь. Ну, так, такой развернутый несколько пространный ответ, но я помню, что вот здесь еще хотели. Еще два вопроса возникли. Спасибо вам. Возвращаясь все-таки. Секунду. Вы не заснули так? Хорошо. А то тут да, пожалуйста. к той самой первой части беседы, где мы говорили про корни и плоды, когда у нас чувство вины рождает плод, его всегда уныние, и вы говорили про самоукорение, плод которого был, напомните, пожалуйста. Надежда. Вот. является ли в данном случае самоукорение синоним чувства стыда? То есть, можем ли мы говорить, что вина плохо, а стыд хорошо, и стыд как раз то же самое, то самое, что ведет дерновение к надежде. Хорошо. Ну, спасибо вам за вопрос. Он такой вот тоже многоуровневый, и я сейчас постараюсь осветить тот уровень, который явно не прозвучал в вашем вопросе. Дело в том, что, ну, я попрошу сейчас переводчиков осилить то, что тот новый термин, новое слово, которое я сейчас скажу, но состояние грешника без чувства вины, то есть в осознании своих грехов, но без чувства вины, называется словом дерзновение. Вот я прошу это слово перевести почетче. Дерзновение. И каким образом мы знаем это? Ну, всякий православный христианин, он перед святым причащением читает молитвенные правила, минуемое последованием ко святому причащению. И вот там как раз содержание этих молитв, оно учит человека этому дерзновению и учит избегать чувства вины. Там постоянно сказано, да, я грешный, но мне причастие нужно именно потому, что я грешный. то есть падшее состояние, греховное состояние, оно в этом случае не подавляет человека, а с надеждой помогает ему обращаться к Богу и получать просимое. Это дерзновение есть. Ну, это уже область взаимоотношения человека с Богом, то есть исключительная духовная сфера личности здесь задействована. Теперь, что касается стыда. Ну, скажем прямо, что в аскетике понятие стыда раскрыто не полностью. То есть вот у нас нет, ну, как собственно и другие вещи там, мы сейчас просто не будем их касаться, но богословие, оно очень деликатно относится, пока деликатно относится к состоянию переживаем человека как стыд и определенное количество святых отцов стыд называют, ну, состояние стыда называют как милости Божию, не иначе как милости Божию. Я сейчас постараюсь объяснить, почему это. Стыд это реакция на порог. когда человек согрешает каким-либо образом единожды, он может не испытывать стыда, то есть у него щеки не покраснеют, а он поймет, что он ошибся, он покается там и так далее. Ну, пройдет привычный путь покаяния и исправления и, так сказать, вот это вот богообщение. Но стыд возникает чаще всего тогда, когда человек переполняет меру, личную меру порочности и начинает терять свои достоинства. То есть он понимает, что общаясь с Богом, общаясь с ближними и дальними, он лжет. Потому что, умело скрывая от всех и от самого себя от всех свою порочность, внутри он не является добродетельным человеком. Букварь духовной жизни, это душеполезное поучение Абвы Дорофея, говорит нам о том, что бывают три вида лжи. Ложь словом, ложь делом и ложь жизнью. И можно сказать, что стыд является реакцией человека, причем добродетельного человека. Мы говорим бесстыдный, когда он вообще уже там, все в нем потеряно. И стыд является реакцией в целом добродетельного человека на ложь жизнью. То есть на такое сильное несоответствие внутреннего и внешнего своего. Я вполне ответил на ваш вопрос? Хорошо. Отец Фома сказал, что самый корректный перевод слова терзновения на эстонский язык это будет Юра Коша. Если у вас еще есть силы, у нас еще два вопроса. У меня однажды был нолен ответить. А лично мы не будем. Да, я слышу вас. Мне ответил. Кас тои палуда комментаари, кас ме олее кулись оигести маисднуд чувству вину vältимисекс он ух мяг мяг сухет с. Мы олее требованы сэлитада ластес сиирус олемис и ольгус и пиам суда ал ольга эскет вахелист сухет сиирус В школе для избежания чувства вины Ливика говорила об искренности, которая очень важна в отношениях между преподавателями. Вы могли бы прокомментировать это? Между преподавателями? Нет, я уточнил, я просто уточнил, что не в детской среде, а в среде коллег, преподавателей. Но спасибо вам, госпожа Ливика, за вопрос. Слушай, такое приятное словосочетание. Это правда очень приятно. И мы сегодня говорили о том, что альтернативой чувства вины или комплекса вины является ответственность. То есть, еще раз, ответственность – это искреннее и добровольное признание необходимости служения или поступков добродетельных по отношению к самому себе и к ближним. И, естественно, искренность как компонент образовательного процесса, я бы уточнил, педагогического процесса, потому что педагогика – это и образование, и воспитание. И так, искренность как компонент педагогического процесса, возможно, имеет ключевое значение. Потому что, ну, исходя из сказанного безыскренности, не будет ответственности. А потом, чего хорошего можно достичь тогда, когда нет эмпатии, близости, вот такой коллективной. Причем я хочу заметить одну важную вещь, за которую сейчас, ну, если кто-то, извините, что я так скажу, не педагогично, но если кто-то поспешно захочет покритиковать, то он действительно будет поспешен. Я хочу сказать следующую вещь, что человек может быть искренним всегда и со всеми. Ну, каким образом это происходит? Мы же знаем, что все люди разные. И даже апостолы, и Петр, и Павел, они писали о том, что мы говорим не о том, что выйти из мира, потому что тогда надо было со всем уйти. Но мы не говорим, что чтобы общаться с теми братьями, которые называют себя братьями, но не таковые по своему существу. То есть, я имею в виду, существуют совершенно разные контингенты, там, лиц или конкретные люди, с которыми нам приходится общаться, и мы при этом можем быть искренними. Ну, каким образом мы общаемся с разными людьми? Извиняюсь. Каким способом мы вообще? С помощью чего? Практически. Ну, я сейчас назову это. Мы выстраиваем разные дистанции. И искренность – это не то, что у тебя вообще все, так сказать, там, на распашку, там, да, ты буквально, так сказать, как перед своим любимым человеком обнажен, да, в своей вот простоте. Нет. Но искренность – это не лукавство в определенной дистанции общения. Это все. Что касается профессионального сообщества, то есть, никто в душу руками не лезет. Профессиональное общение, оно не предполагает проникновение в личный мир, ну, глубокое, я имею в виду, понятно. Но быть искренним в рамках своих обязанностей – это дорогого стоит. И не нужно избегать такого. Не лукавство. Ну, почему я употребляю слово «не лукавство»? Мы обращаемся снова к Евангелию. Помните, когда Христос Анафанайли говорил, вот тот человек, в котором нет лукавства, искренний человек, то есть ближний. Вот что нам важно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.